доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити это видео по всей видимости будет называться бесплатные методики вот по какой причине сегодня днем вечером уже можно сказать ближе к вечеру я получил два письма не сказать что эти письма были гневными но они были с некоторой долей неудовольствия оба письма по электронной почте прислали мне двое коллег две совершенно незнакомые друг с другом дамы женщины психологини и в этих письмах говорилось о том что да классный у вас сайт классные у вас методики их много обратите внимание вот сейчас на ваших экранах открыты качественные методики такие как ну патопсихологические такие так как шульте бурдона ландольта все что надо для работы клинического медицинского психолога на этой странице представлена но кроме того существуют методики бланковые количественные это методика векслера равен код и так далее так далее так далее сами сейчас на экране видите да методик действительно очень много порядка несколько сотен надо так сказать то есть как количественных так и качественных методик кроме того существуют автоматизированные методики то есть компьютерной версии некоторых методик которые возможно автоматизировать вообще в принципе но речь сейчас не об этом да вот эти методики хорошо пишут мне коллеги их много но они очень дорогие существует приз куранты цен у нас на странице документы их можно скачать они свободном доступе значит письма как повторюсь еще раз они не были гневными какими-то но с неким оттенком неудовольствия много всего в одном месте значит почему так почему так дорого для юридических лиц еще дороже для физических лиц дешевле и так далее не намного дешевле но дорого надо сказать что первое во всей российской федерации во всей россии вы не найдете более качественных методик нежели чем предлагаем мы начиная от векслера заканчивая методикой исключения предметов пиктограммы код методика котелло и так далее не найдете во всей россии более качественного точного выверенного материала стимульного материала четких и понятных классических инструкций к этим методикам и так далее и так далее и так далее я могу долго говорить о каждой из этих методик оценивать ее надежность валидность достоверность говорить о том как это у нас реализовано что нет никаких ошибок в запятых нет никаких ошибок формулировки вопросов утверждений и так далее и так далее и так далее графический стимульный материал патопсихологических методик перейду на эту страницу он по-настоящему классический это исключение предметов классификация простые аналогии пробы бурдона ландольта крепелина и так далее и так далее и так далее качественный стимульный материал качественная интерпретация качественные ключи если мы говорим о количественных каких-то методиках ошибок нет ни в одной методике они все отработаны на протяжении 21 года существования лаборатории психологического обеспечения и они дорогие надо признаться что это да это действительно так для простого человека оторвать от своей какой-то зарплаты своего дохода оторвать какую-то сумму и потратить это ну прямо скажем не на себя хотя все эти методики свое время я покупал собирал коллекционировал можно так сказать все эти сотни методик проверялись мной годами моими коллегами сотрудницами и так далее мы отвечаем за качество наших методик это первое второе я упомянул своих сотрудниц на данный момент лаборатории работают семь специалистов включая меня это квалифицированные психологи медицинские прежде всего психологи психофизиологи промышленной психологии занимающийся профессионально на протяжении многих лет и тому подобные вещи так вот этих семь человек мы к сожалению или к счастью тут и 50 на 50 не являемся федеральщиками не имеем федерального подчинения мы являемся лаборатории психологического обеспечения ооо и соответственно вынуждены работать не имея каких-то побочных доходов зарплатам нам никто зарплату не платит как потопаем так и полопаем волка ноги кормят как угодно можно в этом сказать как угодно к этому можно относиться но мы работаем сами на себя сколько мы заработаем столько мы получаем это второй момент то есть для того чтобы заплатить налоги для того чтобы значит заплатить достойные зарплаты своим сотрудникам мы вынуждены но в некотором смысле не поднимать цен но держать их на достаточно высоком уровне это второй момент некое обоснование дороговизны относительной дороговизны и качество в сочетании с качеством наших методик третий момент буквально сегодня с денисом андреевичем моим лучшим коллегой моим заместителем другом с которым мы знаем друг друга десяток лет наверно больше лет 15 может быть 20 лет на друг друга знаем сегодня говорили о многих интересных вещах рассуждали о тесла психофизиологии так далее так далее так далее маленький брифинг у нас ним был и тем не менее значит сегодня рассуждая на все эти темы мы поняли что занимаемся процентном отношении процентов 80 мы занимаемся может быть 90 даже мы занимаемся выживанием то есть мы вынуждены вынуждены подчеркну еще раз зарабатывать деньги для того чтобы заплатить нашим сотрудникам нашим коллегам которые работают не отходя можно сказать от рабочего места с 8 до 5 часов дня то есть сидя за компьютерами работая 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 лаборатория психологического обеспечения о нпц окмы выживает в наших реалиях наших реальных экономических условиях мы должны заботиться не только о себе с моим заместителем да но и наших сотрудников чтобы они получали хорошую зарплату до были бы мы федерального допустим подчинение положили бы нам зарплату минимальную ну условиях реалиях реалиях города екатеринбурга свердловской области порядка 30 тысяч каждому в том числе и мне предположим там мы бы спокойно жили то есть обратите внимание это совершенно незначительную сумму я озвучил конечно нет предела совершенству денег много не бывает хочется и не 30 50 60 70 100 тысяч хочется до бесконечности но тем ни менее чтобы просто жить покупать себе одежду обеспечивать своих детей питанием одежды опять же до заправить машину и так далее в реальности это порядка 30 тысяч рублей нет предела совершенству к сожалению нам таких денег никто не платит и к счастью нам таких денег никто не платит худо-бедно при каких-то прочих обстоятельствах у меня у моего заместителя и не сандреевича получается зарабатывать те деньги которые позволяют достойно оплачивать работу семерых наших сотрудников лаборатории физиологического обеспечения невелики москвичи надо мной посмеются невелики запросы что значит для москвы 30 тысяч но тем не менее свердловской области екатеринбург новоуральской так далее где мы собственно территориально находимся позволили позволило бы нам выживать хотя бы на сумму в 30 может быть 50 тысяч но никто нам этих денег не дает мы вынуждены сами их зарабатывать это прямо во вступление самое главное что как я уже сказал рассуждая на эту тему сегодня днем с моим другом коллегой денисом андреевичем мы сожалели о том что 80 процентов времени нашей работы занимает это самое выживание обратите внимание как у нас называется наш центр общество с ограниченной ответственностью и первое слово дальше идет научно прикладной центр впереди всего прежде всего это наука как бы тяжело не было как бы мало времени у нас не оставалось а не повторюсь а подчеркну что лично я мы преданные друзья коллеги работаем и по субботам и по воскресеньям мы стараемся хотя бы если брать за сто процентов рабочую неделю до грубо говоря с понедельника по воскресенье на значит 80 процентов 5 рабочих дней мы посвящаем выживанию заработку денег а 20 процентов если брать субботу и воскресенье мы реально занимаемся наукой приходим также точно как и в обычный рабочий день 9 часам утра значит или к 8 часам утра даже раньше в субботу воскресенье и начинаем что-то делать помимо того что нацелено на зарабатывание денежно-средственного выживания мы реально разрабатываем новые методики и работаем по нескольким направлениям вводим аудио психокоррекцию программисты у нас пишут новые программные средства нельзя останавливаться на достигнутом мы должны постоянно развиваться через не могу через не хочу и так ни странно пятница вечер суббота воскресенье самые интересные продуктивные дни в моей жизни читай работе эти дни как раз пятница суббота воскресенье позволяют мне заняться тем любимым делом который привело к тому что вы сейчас можете увидеть на своих экранах привело к тому что написано много книг методических рекомендаций науки теории то есть если с понедельника 5 по пятницу мы зарабатываем деньги и отчасти занимаемся практической деятельности прикладной деятельности то суббота воскресенье это для нас счастливые дни мы приходим и работаем эти два дня полдонценно занимаясь как раз вот такими-то исследованиями наукой прежде всего то есть останавливаться нельзя и прежде всего научно а потом уже прикладной центрах мы работаем с 2001 года то есть более 20 лет лаборатория существует я надеюсь будет существовать еще десятки лет то что мы делаем нам нравится нравится мне как руководителю этого всего мероприятия и дело нравится моим коллегам поэтому письма которые я вот сегодня получил с неким укором в том что мы много просим за свои методики повторюсь еще раз первое качественное во вторых значит требующие определенного творчества в этой работе потому что ни одну методику нельзя создать просто так легко и свободно десятки лет не создавались в этом случае мы вынуждены зарабатывать деньги с понедельника по пятницу субботу воскресенье это дни науки научно к сожалению это всего лишь 20 процентов как сказал сегодня денис андреевич денис что виктор николаевич если вот мы с вами работали 20 процентов на заработок предположим на или тот у нас обеспечил взял бы но аутсорсинг или предположим там федеральные какие-то научные гранты мы получили бы да и мы бы 80 процентов занимались наукой имеется ввиду создавали новое это информационные материалы методические материалы подводили какие-то расчеты делали статистически что-то делали то есть занимались с псс статистикой не 20 процентов времени своей работы 80 процентов времени проверяли свои новые разработки гипотезы и так далее и тому подобные вещи бы осуществляли то сейчас был бы совершенно другой результат то есть речь идет о 80 20 процентах хорошо было бы их поменять местами не 80 процентов заработка а 80 процентов исследований науки подсчетов чтобы компьютеры зависали от спсс спсс статистики экселя и так далее и так далее и так далее так потом тому подобных вещей наших расчетов но к сожалению мы вынуждены выживать никто нам деньги просто так не дает не платит ни за одну не за одну копейку значит мы не получаем просто так это тяжелая ежедневная работа с 8 до 5 часов дня ну кроме того действительно вот это сожаление сегодняшнее прошедший день час от вечер уже значит вечерние такие письма в нем вот мы рассуждали сидели и думали над тем что вот это надо осуществить это надо осуществить первое второе третье направление четвертое пятое шестое седьмое восьмое девятое и десятое направление и мы с сожалением говорили о том что может быть пройдет не один год когда мы подступим в том к тому-то кому-то и кому-то сидели рассуждали на то есть сожалели очень сильно об этом потому что большую часть времени к сожалению к огромному нас забирает вопрос выживания деятельности центра деятельности лаборатории психологического обеспечения вот что я бы хотел ответить обобщенно не даваясь какую-то конкретику на те не претензии но то не удовольство моих двух коллег которые говорят о том что мы очень много просим за свои методики мне кажется я объективно и обстоятельно обрисовал ситуацию в которой мы находимся многие многие годы не сказать что эта ситуация мне не нравится она мне нравится свобода определяющая ценность человека мы все свободны мы все работаем так как хотим когда хотим другое дело что мы работаем четко с 8 до 5 и реализуем для наших потенциальных контрагентов или для отдельных физических лиц простых людей увлеченных психологии психофизиологии реализуем массу массу интересных вещей вы сами можете зайти на наш сайт почитать разделы они может быть как-то не несколько нелогично эти разделы на сайте но не отображают нашу деятельность тут непосредственно заработок до те самые методики разработки тут и автоматизированные комплексы программные средства постоянное их расширение уточнения пополнения нет предела совершенству как говорится и тут опять же информационные материалы различного рода разработки лаборатории информация таблицы новые какие-то мне методические материалы не часто но получаются выкладывать какие-то новые вещи раздел аудио психокоррекции недавно появившийся и очень интересный раздел можно зайти посмотреть и так далее вот на этом я наверное закончу видео получилось несколько затянутым но тем не менее надеюсь вам будет теперь понятней что как зачем и почему работает научно-прикладной центр акме если будут какие-то вопросы вы можете их задать под этим видео написать мне на ватсап позвонить по телефону сбросить смс-ку написать на вайбер ну и так далее и тому подобные вещи если вдруг у вас возникнут какие-то уточняющие вопросы я хочу подчеркнуть что это не оправдательное видео не оправдывая я себя своих коллег свои цены которые мы заламываем в кавычках выражаясь за свои методические разработки и методики но тем не менее это видео поясняет многое из того почему что как зачем и почему на этом я заканчиваю благодарю за внимание и удачи вам